Здравствуйте, товарищи зрители! Я записываю второе видео про восстановление волос. Для новых зрителей опять представлюсь. Фролов Юрий Андреевич, биолог, фунготерапевт, аналитик, предприниматель, производитель и продавец биопродуктов, витаминов, минералов и прочего. И сейчас вы узнаете, почему некоторым людям от выпадения волос помогают всевозможные маски и коктейли, которые они втирают в кожу головы. Отвечу на ваши важные и провокационные вопросы. Поясню, что такое андрогенетическая лапеция, когда генетика действительно при чем? Поясню, что за проблемы у тех, у кого волосы выпадают сразу и везде. В чем причины очаговой лапеции? Причем тут питание и другие факторы. И расскажу, как все-таки можно укрепить волосы при любых причинах их выпадения. Уменьшить их выпадение и даже вырастить новые волосы, если фолликулы еще, конечно, не заросли окончательно. Если вы хотите все знать и действовать, ну, либо бездействовать уже сознанием дела, смотрите это видео внимательно и то, что я оставил вам под ним по ссылкам. Мне пришлось записать это видео в связи с вопросами, которые просто полетели под моим прошлым видео о восстановлении волос от 16 мая, в котором я разбирал следующие темы. Почему раньше мы ели, жили вот точно так же, как сейчас, а волосы у нас были густые, крепкие, но теперь посыпались? Почему иногда одним людям помогает всего лишь одна верно принятая мера или средство, а другим не помогают даже 5-6 верных мер и средств? Откуда берутся дефициты нутриентов, которые и приводят к облысению, а их две глобальные причины плюс редкие случаи? В том видео я перечислил и пояснил про 7 веществ, дефицит которых приводит к истончению и выпадению волос. Пояснил я там и про иные важные причины и меры к укреплению волос и даже восстановлению естественного цвета ваших волос, где привел 5 вариантов воздействия на кожу головы снаружи, которые реально стимулируют рост волос в дополнение к тому, что надо принимать внутрь с пищей или добавками. Объяснил, что в самых трудных случаях поможет только этот комплекс мер, а не отдельно выбранные на вкус, цвет и веру те или иные меры или средства. Вы то видео обязательно потом посмотрите или пересмотрите, ссылку я оставлю под этим видео. Но под тем видео посыпались вопросы, суждения и даже претензии ко мне, на которые я и решил ответить в этом видео. Заодно я досконально раскрою эту тему, расскажу то, что не говорил в прошлом видео и закрою вопросы относительно того, почему волосы выпадают и как сделать так, чтобы их укрепить и восстановить. Кому это, конечно, нужно. Вопросы там были и дельные, и глупые, и даже были подлые издевки. Вот на них я отвечу в самом конце этого видео и предупрежу честно вас тогда о том, что, мол, пора уведите от экранов детей, и кто со слабыми нервами и ранимой душой, не смотрите далее. Так и скажу. Скоро я разберу важные вопросы и поясню в том числе и то, о чем не говорил в прошлом видео. В том числе про редкие случаи скажу все, что необходимо пояснить для понимания кажущихся противоречий и раскрытия иных причин выпадения волос и мер для их восстановления. Надеюсь, вы все поймете и сможете решить проблему даже в самых тяжелых случаях, если, конечно, будете следовать моим советам и не будете лениться. И еще, кто хочет пытаться в тяжелых случаях аллопеции чем-то радостно мазать кожу головы, там, скажем, от кефира до алоэ, предупрежу, это глупость. Хотя бы потому, что надо знать, просто понимать, очевидное, что через эпидермис кожи, то есть верхние слои кожи, никакие питательные вещества не пройдут в дерму и подкожные слои. Они не поступят к луковицам, а все питательные вещества могут поступить в любые точки организма только через кровь, значит, через ваше питание, пищеварение, и никак иначе. А снаружи можно только стимулировать механические волосы, их рост, чем улучшением циркуляции крови в кожи и подкожных слоях, в капиллярах, в том числе питающих волосяные луковицы. Тогда питательные вещества будут лучше и быстрее проникать в точки роста. И, конечно, можно подействовать химически, специальными средствами, которые действительно проникают через дерму или расширяют кровеносные сосуды, капилляры, питающие кожу и луковицы волос. Еще раз, внимание, не проникают через кожу именно вот питательные вещества, то есть витамины, минералы, жирные кислоты, а не гормоны или какие-то специфические биологически активные компоненты. Не пишите, пожалуйста, о как же гель для суставов, о котором вы говорили. Подумайте сами, сравните то, что я говорил тогда в этом случае. Ну, а в конце видео я поясню, почему у кого-то получилось укрепить волосы всякими намазками. Ведь есть такие люди, да, пишут, получилось. Так вот объясню, почему всякими коктейлями с луком и так далее. Ведь противоречий тут нет никаких. Итак, вначале я зачитаю и разберу вопросы от вас важные, дельные, пытливые. Поясню, почему кому-то удавалось, а кому-то не удавалось восстановить волосы. Итак, поехали. Первое письмо из-под моего прошлого видео. Почему же у мужиков эта проблема гораздо острее проявляется? Очень просто. Помимо тех случаев, на самом деле чистых, редких случаев, аллопеции генетически обусловленной, так вот, в основном тут причины просты. Потому что мужики, в отличие от женщин, в основном курят, стрессы сильные, потому что ответственность в основном по работе, каким-то ответственным должностям, отношении ответственному даже подсознательно к чему-то выше у мужчин. Поэтому это причины однозначно сильные стрессы. Влияют, влияют. Алкоголь, табак, это очень сильно влияет на выпадение волос. Питание часто неестественное, ужасное, тем более в последние, там, десятилетия, скажем. Отсутствие здорового образа жизни не следят за собой. Витамины и минералы важные не принимают. А при курении алкоголя огромное количество витаминов, минералов из организма выходят. Они расходуются в больших количествах. Как раз те самые, в основном, которые так необходимы для роста волос. Вот причины. Конечно, это не все. Но часть. Неужели так это не очевидно? Это объективно. Почему у мужчин в большей степени? Ну, еще раз говорю про специфическую аллопецию. Генетически обусловленную я скажу чуть далее. Есть такая проблема у мужчин? Да, есть. И у женщин, кстати, тоже. Просто реже. Второе письмо. У меня были прекрасные густые волосы. Мыло банным мылом сначала. Затем втирало домашний обезжиренный кефир. Смыв все горячей водой, наносило на несколько минут. Взбитые яйца. Представляете, да? Хорошо массировало голову. В воду я после полоскания добавляла немного уксуса. Это, кстати, большой плюс. Но не потому, что уксус так чудесным образом воздействует на кожу головы и фолликула. Потому что чистота, скажем, пор и кожи лучше, жира меньше. Это растворитель. И потому, скажем так, я примитивно выражусь, по-народному сейчас кожа дышала. Понимаете? И это плюс. Дальше. Волосы были настолько густые, что не помещались в таз. Как только начала пользоваться шампунями, так от моих шикарных коз ничего не осталось. Химия все уничтожила. Да. Вот еще одна важная тема, которую я, конечно, не сказал прямо в прошлом видео. И многие люди об этом пишут. Сейчас настолько страшная химия в массовых промышленных шампунях, вот этих всех дешевых и даже не очень дешевых по цене, что это, безусловно, один из факторов потери волос. Это очень вредно для кожи. И, соответственно, кстати, там есть во многих шампунях такие химические вещества, которые, кстати, проникают через дерму. Поэтому действуют и на фолликулы, и на луковицы, и даже на весь организм через кровь. Потому что кое-какие вещества химические проникают даже через кожу. То есть у них трансдермальная такая доставка проникновения. В этой связи пусть кого-то это злит, но идиотов только. Я поясню, что да, мы выпускаем, например, в этой связи я должен сказать, ну, как говорится, проблему дал, скажи, решение какое. Я могу просто сказать, вот, ищите натуральные средства, но у нас они есть, мы их производим. Почему я не должен об этом сказать? Это я наперед тем, кто будет злиться от этого, от любой рекламы. Нет, их реклама по телевизору устраивает вся эта гадость в основном. А действительно качественный, хороший продукт, они злятся и меня виновным считают. Есть такие люди, вы представляете? Для таких я даже видео сделал, все понятно, реклама. Посмотрите, потом ссылку оставлю. Так вот я что скажу, мыло мы производим из шампуни, твердые и жидкие, которые не имеют никаких вредных химических, вообще никаких добавок, только натуральную воду, эфиры растений и до 13 даже более видов масел в одном виде мыла. Мыло это не имеет аналогов, потому что мы даже не покупаем основу, как это делают многие бутики, даже, которые производят мыло ручной работы, дорогущие дороже наших гораздо, а они покупают готовые уже основы, а мы основы делаем сами. Ну, это для примера. Так вот, ссылку я на эти мыла, конечно, тоже вам оставлю. Вот, и это, говоря всего лишь об одной проблеме, их гораздо больше, и они гораздо серьезнее. Но об этом я должен был сказать. Просто я увидел письмо человека и как бы себе сам сказал, я сейчас скопирую это письмо, обязательно зачитаю, потому что это одна из причин химии в быту. Мы тут можем шире развить эту тему, но вы поняли. Дальше идем. Третье письмо. Аллопеция была у меня при анемии, и волосы оставшиеся тоже сыпались. Я говорил в прошлом видео об этом, что железо – это один из тех семи важнейших компонентов, которые жизненно необходимы для роста и развития волос. То есть, когда есть дефицит железа, гемоглобины, да, это одна из причин выпадения волос. И напротив, введя это железо, то есть в органической форме, натуральной, в рацион, так сказать, питания, ну как добавку, вы повышаете шанс, потому что причина не только в этом, к нормальному росту волос и прекращению выпадения. Кто-то, вот как эта женщина, если бы она начала тогда принимать, она бы моментально остановила выпадение волос, потому что она бы ликвидировала свою главную, первостепенную причину. А вот уже катализаторы этого процесса, например, дефицит железа острый плюс стресс, еще более быстрое выпадение волос, понимаете? И поэтому некоторые люди применяют 2, 3, 4, 5 мер, но им это может не помочь, потому что у них есть 6 или 7 пункт, понимаете? Вот в чем суть. Я же вам объясню все. И если вы то видео посмотрите, законспектируете это, то вы будете знать об этой теме все. И ликвидируя, ну или зная, или действуя наугад, что никаких проблем не ведет, да? А наоборот, только положительные будут результаты со здоровьем вообще. Вы укрепите не только волос, но и здоровье. Идем далее. Четвертое письмо. Спасибо за видео. К сожалению, при андрогенной аллопеции, вот важный момент, ничего не помогает. А вот это не так. Проблема в чувствительности фолликул на верхней части головы к дегидротестостерону. Да, верно. У самого уже в течение 10 лет происходит плавное выпадение волос с боков лба и на теменной области, что только не пробовал за это время, включая феностерид. Вот лучше бы вы его не пробовали. Без результата. Также на постоянной основе применяю не менее половины указанных мною, то есть в видео, добавок и витаминов, но эффекта нет. А я только что объяснил, и там я это объяснил, что в острых, тяжелых случаях нужно применять комплекс мер. Все это 7 добавок и 5 мер по укреплению через механическое и химическое воздействие на волосы, на кожу головы вернее. Вот так. В остальной части головы волосы отличные, густые, крепкие, а сверху тонкие и слабые. Скоро я разберу, прям кратко объясню, как этот механизм происходит и почему. Но вы пробовали не все. Вы пробовали половину, вам половина недостаточно. Кому-то только цинка достаточно будет принимать, и у него прекратится выпадение волос. Вот как у меня после ковида, когда началось выпадение, более активный у очень многих людей, то вот я начал принимать цинк, витамин D3, ну кое-что еще, сейчас уже не помню, но не все. И мне этого было тогда достаточно, чтобы прекратили волосы выпадать. По-моему, фулевую кислоту с кремнием я принимал еще, да, какое-то время, причем совершенно недолгую, потому что мне было лень, вот, ну лень. И тем не менее мне это тогда помогло, полностью прекратилось выпадение волос. То есть норма 30-40 волос в день у меня было, может быть, ну там 10 тогда. Так, идем далее. Следующее письмо. А вот что я скажу. Мужчина 52 года, пьет 10 лет, хронический запой, без перерыва, водка, пиво, прочее, ест мало, а бы что, пирожки, пюре в стаканчике, ну химию, понятно, разную. Иногда рыбу из светофора, зубы шатаются, псориаз, но густые волосы без седины. Загадка. Один умник еще там решил меня подколоть, написал, а он скажет, мол, автор генетика. А я скажу следующее. Это слово бездумное, люди его произносят бездумного, там не понимают, что это значит в данном контексте. Скажем так, у каждого человека есть своя слабина или много слабинок, а есть крепкие стороны. Вот у него, например, очень густая кровеносная сеть, микрокапиллярная, ведущая к фолликулам. Вот есть такие люди. У него по какой-то причине сосуды эти не спазмируют, ну или быстро восстанавливаются, и кровь с кислородом и питательными веществами поступает. А поскольку скорость кровотока высокая там, то количество питательных веществ, хоть и при его питании мало в его организме, но за счет быстрого кровотока, все-таки эти важные питательные вещества забираются на рост волос. И может быть в организме, ну если хотите, такой сбой. То есть когда организм защищает не главные системы, понимаете, вот как, например, организм матери, плод, или там организм любого человека, сначала мозг, когда идет кислородное голодание, и сердце, чтобы организм вышел, а потом другие органы. Когда, например, человек замерзает, приведу вам такой пример, то кровь с конечностей отходит внутрь, чтобы обеспечить жизнь внутренних органов. И бывает, конечности отмерзают. Вы такое слышали, да? Ну, чтобы выжил организм. Так предусмотрено природой. Но бывает сбой, когда не более важные, а менее важные системы почему-то организм оставляет. И вот с волосами у таких людей происходит вот этот сбой. Вот вам ответ. Генетика. Ясно, как это происходит? А в основном нет, потому что волосы не главное. И когда есть дефицит питательных веществ, то, ну, скажем, организм их оставляет внутри, для внутренних органов, которым тоже нужны эти важные питательные вещества, и цинка, витамин D3, и прочие, о которых я говорил вот в том первом видео. Идем далее. Последнее письмо. У меня вообще все волосы на теле и голове выпали. Даже брови, ресницы, борода. Редкий случай, правда? И так далее. Вредных привычек нет. Со здоровьем полный порядок. Ну-ну, такого бы не было тогда. Врачи только руками разводят. В чем причина? А вот я про внезапные выпадения волос вот такое расскажу чуть далее. И приведу вам примеры, почему бывают такие случаи выпадения всего. И, конечно, здесь с организмом не все в порядке. Просто врачи все не изучили. Вот и все. Ну ладно, поехали. Буду теперь пояснять это все. Норма выпадения волос при густой шевелюре 30-40 штук в день. Правда, сейчас уже, как очень во многом, нормативы пересматривают, в том числе ВОЗ, и уже считается 100 волос норма. Конечно, нет, 30-40. Все. Максимум при густой шевелюре, когда разреженные волосы, 20 уже много. А сколько волос выпадает у вас, и какая у вас шевелюра? Напишите под этим видео и слушайте далее. Андрогенетическая аллопеция. Вот то самое генетическое, о чем любят, говорят все, оправдывая, успокаивая себя, что у них волосы, мол, по такой причине. Так вот не все, кто считают уверены, что у них есть андрогенетическая аллопеция, у них действительно она есть. Первое. Второе. В полной мере, что она работает, хотя и есть. И третье, что даже при ней можно удержать выпадение волос, зафиксировать это состояние. Ну что ж такое андрогенетическая аллопеция? А вот что это такое. Это выпадение волос, при котором у человека есть специфический ген, который передался ему от его матери. Он передается, как правило, мальчику, хотя в редких случаях и девочке. Когда при взрослении, при высоком уровне тестостерона, то есть два фактора вместе должны совпасть, возникает эта самая проблема в фолликулах. Ухудшается питание корня луковицы, прекращается постепенно это питание, и волосы начинают выпадать, но они еще растут, но растут уже пушком, то есть тонкие, тонкие, тонкие. Постепенно поры зарастают, и волосы больше не растут вовсе. Вот что такое и характерные признаки вот этой самой андрогенетической аллопеции. Но удержать выпадение волос можно комплексом мер, о которых я рассказывал в прошлом видео. Внимание! В таких случаях половинной меры, о чем писал человек, недостаточно, а только все меры в комплексе должны применяться. Плюс те, что я скажу в конце этого видео, дополнительно акцентирую. Да, конечно, если снизить тестостерон, то выпадение волос вот у таких людей уменьшается, или прекращается вовсе, а рост волос возобновляется. И есть для этого препараты, но они имеют негативные побочные действия, и потому я их не советую применять, если вам дороги почки, печень, здоровье и долголетие в целом. А комплекс мер – это применение определенных витаминов, минералов, омега-3 жирных кислот и улучшение кровотока в коже. Вот эти меры помогут в любом случае. Кому-то больше с такой проблемой, кому-то меньше, но обязательно помогут. При сильной либо запущенной андрогенетической аллопеции, конечно, радикально поможет только пересадка волос. Затылка на, соответственно, лобную часть и теменную, где в основном происходит выпадение волос. Кстати, у женщин, хоть и гораздо реже, чем у мужчин, примерно в 100 раз, но тоже, и сейчас в последние годы это учащается, наблюдаются случаи андрогенетической аллопеции вот примерно по мужскому типу. Там со своей спецификой, тем не менее, такое тоже бывает. Ну, а теперь разберу случай, когда волосы выпадают везде и сразу. Помните письмо человека? Ну, вот объясню. А это, дорогие друзья, как правило, несколько причин. Во-первых, радиация. Ну, тут человек, конечно, не обязательно побывал где-нибудь на Фукусиме, либо в Чернобыле. Нет, он мог подцепить радиацию из продуктов, воды, с какими-то предметами. Он сам об этом может даже не подозревать. Или это отравление тяжелыми металлами, а это тоже часто бывает, например, ртутью, мышьяком. Это может быть даже со строительными материалами. А может быть человек работает на вредном производстве или раньше работал и только началось. Ну, годы спустя даже. Потому что мы не молодеем, а стареем. И защитные силы организма и ресурсы уменьшаются с годами. Ну, а благодаря вот таким факторам проявиться это может в любой момент. У кого-то сразу, у кого-то через годы спустя. Понимаете, что такое логика? Итак, отравление на производстве. Да, но может быть даже в гараже, ремонтируя машину. Такие случаи тоже бывают, смотря что и чем человек дышал, что попало на кожу. Может быть он с формалином работал. И вот вам как раз еще один пример, говоря о другом письме. Почему мужчины страдают облысением чаще женщин. Ну, разве не логично? Конечно, логично. Ведь женщины в основном на таких производствах не заняты, как правило. А хорошие крепкие волосы, крепкое здоровье напрямую, между прочим, друг с другом не связано никак. Вы, наверное, прекрасно знаете, что даже сидеют волосы сейчас в наши годы у людей, у подростков даже у многих, у подростков даже в 12 лет. Об этом у меня было отдельное видео, я там тоже зачитывал письма от зрителей. Это просто поразительно. Так что сейчас молодеют разные явления и процессы, которые когда-то были характерны только для людей в очень пожилом возрасте. Я также еще раз напомню, что курение, алкоголь, сахарный диабет или инсулинорезистентность даже, это тоже причины выпадения волос. Это помимо всего, о чем я говорил, ну, в том числе дефицита питательных веществ. А если все вместе? А если два-три фактора вместе? Ну, а стресс с гормоном кортизолом это дополнительный фактор, ускоряющий это, или как триггер, запускающий этот механизм облысения. Это очень важный фактор, но не главный и не единственный. Вы когда-нибудь слышали о том, что после тяжелого заболевания, после истощения или сильного стресса, или после беременности, скажем, начали выпадать волосы? Бывает такое? Бывает. Но если, скажем, у женщины после беременности начали выпадать волосы, это не значит, что это генетические проблемы. Это значит, что у нее есть тяжелый дефицит определенных питательных веществ, возможно, плюс стресс, возможно, плюс что-то еще. Но, как правило, если нет патологий особых, через 4-5 месяцев они начинают расти вновь. Но ждать, конечно, не надо этого времени. Надо ликвидировать все факторы, которые могут, а точно мы понять не всегда можем, какие именно факторы, либо группа факторов повлияли. Но убрав все их, то есть ликвидировав дефициты, плюс занятия с кожей головы, помогут гораздо быстрее и лучше избавиться от этих проблем выпадения волос. Но при выпадении волос после беременности есть своя специфика. Когда опасаться не нужно, они все равно вырастут рано или поздно, ну, до 4-5 месяцев. Так вот, это когда выпадение происходит равномерно по всей голове. И на затылке в том числе, а не только с олба, висков или стемени, не очагами. Еще в этом случае часто слоятся ногти. Возникают белые точки на ногтях. Это признак дефицита магния, кремния и других важных минералов. И это вполне понятно. Тут действует комплекс факторов. Тут и дефицит питательных веществ. Особенно при анемиях, которые часто сопровождают женщину во время беременности. Ну, когда имеется дефицит железа, гемоглобина, B12. Про щитовидку говорить не буду, потому что подробно об этом я рассказывал в предыдущем видео. А теперь пару слов про очаговую аллопецию. Часто признаками такого выпадения волос являются шейный остеохондроз. Вы об этом когда-нибудь слышали? А бывает, что пережатие сосудов шеи, питающих голову, в том числе и кожу головы, как вы понимаете, нарушается из-за пережатия первого позвонка относительно второго. То есть атланта относительно эпистрофея. Ну, либо атланта и основание черепа. Про это вы наверняка слышали. Это послеродовые травмы. Это очень у большого процента людей. В той или иной степени. Такое пережатие сосудов приводит к тому, что циркуляция крови уменьшается, отток крови снижается. И даже вот доставка, главное, вот в чем суть питательных веществ, идет, конечно, куда в первую очередь, я об этом говорил, в мозг. А кожа головы во вторую очередь. И давления бывает, кстати, не хватает в микрокапиллярах. Об этом тоже надо сказать. Ну, что значит будет? Будет постепенная либо очаговая аллопеция. Что делать? Ну, во-первых, провила. Ну, посмотрите, об этом мои видео оставлю парочку. Потом шейные массажи специфические. Правка атланта, возможно, есть такие занятия. А вот тугие прически в пучок надо убирать. Это тоже причина. И, кстати, оттуда, вот по этой причине перетягивания, стягивания волос в пучок, могут быть еще и головные боли. Бывает так, что ничего найти не могут. Вот как тот человек, врачи обследовали, здоров. А причина-то есть. Вот в данном случае причиной головных болей, в том числе, может быть затягивание волос в пучок. Бывает и такое. Стоит убрать, и многолетние боли через несколько дней проходят. Грибок головы и перхоть могут быть причинами? Ну, как побочными хотя бы могут быть. Я говорю о причинах выпадения волос. А грибок надо лечить и изнутри, и снаружи тоже. У меня об этом есть видео, и программа есть. Ссылки оставлю под видео. Да. Есть вариант, мною, правда, не проверенный на практике. Это озонированное масло. Производитель заявляет, что, нанося на кожу головы, укрепляются и волосы перестают выпадать, и даже восстанавливается постепенно цвет волос. Ну, то есть, седина уходит. Это теоретически, в принципе, понятно, как это может быть. Может быть. Я лично не знаю на практике, но возможно. А вот я одно вам скажу, что применяя, допустим, кто захочет это, ну, говоря о внешнем применении, плюс изделие с микросферами, ну, вот шапка, шлем с микросферами есть. И в прошлом видео я показывал отрывок из видео, которое нам женщина одна прислала про своего мужа. Посмотрите то видео потом. Так вот, применяя эти две меры воздействия совместно, эффект будет гораздо выше. Да, пожалуйста, не спрашивайте, не пишите потом, а где взять вот это масло, а где взять вот эти изделия с микросфер, вот эту, например, шапку, шлем и так далее. Все, о чем я говорю, все. Я оставлю вам ссылками под этим видео, понимаете? И на набор для прекращения выпадения волос, и на отдельные вот эти элементы, вещества и все, о чем я вам говорю. Итак, главное, это семь вот этих элементов, пять мер воздействия, плюс, возможно, кто захочет вот это озоновое масло для наружного применения. Есть еще один вариант наружного применения, это витамин ПП или Б3, никотиновая кислота, по-другому это синонимы все, да, одного и того же вещества, витамина подобного. Ну, так вот, что я вам скажу на эту тему. В аптеках продаются такие пластиковые, по-моему, ампулы, которыми можно, вот так их состригая ножницами, проборы делать в тех местах, где волосы плохо растут, либо началось облысение, будет кожа головы щипать, ну, минут 15. Это как раз воздействие химическое, когда благодаря этому воздействию расширяются кровеносные сосуды, идет как бы раздражение кожи и подкожных слоев, и кровообращение улучшается. Но одно дело улучшить кровообращение, это важно, очень важно, но другое дело, чтобы в этой крови были питательные вещества, которые необходимы для активации нормального роста волос. Значит, опять мы возвращаемся к комплексным мерам, а не к какому-то отдельному взятому средству. Может оно отдельно взятое помочь? Может. А может помочь очень слабо, вы потеряете время, волосы будут истончаться, и потом почти невозможно будет восстановить, ну, кроме варианта пересадки, густоту ваших волос. Не теряйте эту возможность, ну, если вам важны густые, хорошие, красивые волосы, потому что кому-то это не важно. И это является главной причиной, почему некоторые люди, даже богатые люди, не могут, как некоторые подкалывают, пишут. Но об этом, впрочем, мы сейчас поговорим. Так вот, говоря о никотиновой кислоте, закончу, можно его применять вместо силокаста, хотя силокаст, конечно, гораздо эффективнее. Ну, а теперь, дорогие товарищи, уберите от экранов детей и подростков, потому что я буду очень груб. Я предупреждаю честно, открыто, ни грубым здесь я быть не могу, потому что хамам и быдлу надо заткнуть их варюшку. Раним их душой людей, я тоже попрошу уйти от экранов или выключить это видео. Ну, теперь, сделав паузу, могу продолжать. Вот мои ответы тем сволочам, тварям и дебилам, письма которых буквально несколько, я зачитаю. Конечно, я их банил. Было таких писем 20 мне под прошлое видео. И я их, естественно, забанив, некоторые комментарии сохранил, которые я вам сейчас зачитаю и отвечу им, а значит, точно таким же, как они. А вас, дорогие друзья, попрошу, если под этим видео я пропущу какие-то подобные письма тех идиотов, которые не досмотрели видео, но вякнут то же самое, что и эти, напишите им что-нибудь от себя, хотя бы рекомендацию с такой-то минуты посмотреть это видео, где будет дан им таким ответ и показ. Одно быдло, которое называется Федор Про 7297, написало. А чё, сам-то лысый и седой, а то звучит красиво, а картинка не соответствует. Ну, я ему такое вот выписал, зачитаю вам сейчас. Мозги у тебя не соответствуют, а зрение, возможно, плохое, очки надо носить. А дури у тебя много. Для идиотов поясняю. Знание и истина – это одно, а применение на практике этих знаний – это совсем другое. Ну, то есть, приведу для совсем дегенератов такой пример. Ну, вот, предположим, какой-нибудь профессор, офтальмолог, великолепный хирург, он может быть в очках, он запросто может быть в очках, но это не значит, что он не знает, как улучшить зрение, даже без операции. Есть такие врачи, которые знают, но лично сами либо ленятся, либо времени нет, либо просто не хотят, либо им проще носить очки. Вот просто не хотят, понимаете? Ну, есть такое. Это есть в любой области вообще жизни. И вот выражение «сапожник без сапог», хотя изъезженное, оно ничего не показывает и не доказывает, ну, примерно, чтобы понимали, о чём идёт речь, да? Ну, к примеру. Например, вот мне плевать, что я, например, седею. Ну, вот у меня сейчас я взбрил щетину, бороду, да? А, ну, волосы, вот некоторые видят, что есть седые. А дебилы видят не седые мои волосы, а вместо седины думают, что это проплешины. Ну, я сейчас докажу, что это не так. Так вот, но всё-таки, не имея на то никаких неправ, ни оснований, вякают, хамят, оскорбляют, выпендриваются. Быдлу надо давать бой всегда. И главное, показывать им, что они быдло, чтобы они не хорохорились. Это обязательно. Кто-то напишет, это как же оскорблять людей? Не людей, а ублюдков. Ублюдков надо оскорблять. Надо. Потому что, если они не получат достойный своей подлости отпор, то они, эти быдляшки, будут хамить, подлечить ещё больше, потому что безнаказанны. Вот и всё. Хватит этого либерального идиотизма западного. Мол, не оскорби никого, каждый уникальный хрен может нести чего угодно. Нет, не может. Ещё одно такое быдло под ником REF3108. Шо ж сам, плешивый? Ну, я ему такое отвечу. Ты, мудак, слепой, что ли? Залысина, кстати, вот с левой стороны, вот здесь, у меня была вообще с детства, ну, сколько себя помню, лет с пяти. Ну, это вот, что называется, генетически. То есть, просто была. Когда у меня были прекрасные волосы, там, очень густые, ну, там, как и в 16 лет, например, в 15, там, в 14 есть, ну, практически у всех, да? Вот волосы были всегда густые. Примерно лет 30 назад у меня стали сильно выпадать волосы, я сразу принял меры. Нашли как раз тот самый силокаст для внешнего применения стали, применять витамины и определённые минералы, и я эту ситуацию исправил. Прекратили выпадать волосы у меня 30 лет назад. Ну, тогда это было по причинам комплексным тоже, и стрессы очень сильные были, и дефициты тотальные питательных веществ, ну, много факторов, объективных. Спустя многие годы, десятилетия, был, ну, всем вам известный К-19. У меня тоже стали сильно выпадать волосы, я тоже принял меры, я уже говорил сегодня об этом вам, и тоже процесс выпадения прекратился. Ну, а с быдлом всё понятно, две извилины и любят хамить. Любят безнаказанно выплеснуть своё гнилое нутро наружу. Ну, вот получаете в морду ответ. Кстати, а я покажу сейчас, резиночку сзади развяжу и покажу вам, есть у меня вот те самые залысины или плеши, как сволочуги тут вот хамят или нет. Ну, ещё один умник пишет следующее, последний пример. Если бы всё было так просто, представляете, какой идиот, то ведущий данного сайта, то есть я, хотя это не сайт и ютуб-канал, ну да ладно, был бы не с седой бородой и не с залысинами, ещё один дебил. А сейчас прекрасно справляются с этой проблемой уколу, в голову шесть сеансов делают, правда, чего, какие уколы не написал. Мои знакомые прекрасно решили эту проблему. Болезненно, правда, очень. Нет, не просто, Вася, не просто. Просто языком трепать, это просто, и на клавиатуре набить гадость всякую, это просто. Не иметь мозги и не париться по этому поводу, это тоже просто. То ведущий был бы не седой бородой, а может мне пофигу. Ты об этом, дебил, не подумал, что мне просто наплевать, сиди я или нет. Блин, почему люди об этом, вот есть такие идиоты, которые не думают, вот просто наплевать. Вот понимаете, так же, как некоторые написал один идиот там, а вон, Путин даже, лысый. Да уж если бы это, мол, было правда, что я говорю, то тогда и он бы всё это дело бы поправил и был бы с густыми волосами. Да ему пофиг бы, может быть, тоже. Понимаете, это во-первых. Во-вторых, вот именно вот этот комплекс мер, даже умные врачи, специалисты и академики порой тоже подсказать не могут. Почему? Да потому что они давно уж забыли то, чему когда-то учились, а потом этим конкретным вещам никогда не учились, потому что у них профиль был общий, а узкая специализация пошла потом на какие-то другие темы. А даже если была узкая, то вот понимаете ли, люди порой забывают, что было вчера. И врачи, в том числе, и биологи тоже. И только люди, которые, например, серьёзно изучают какую-то тему в данное время, собирая подробную информацию, сопоставляя, умея сопоставлять, анализировать, вот тогда могут докопаться, да, вот тех методов, приёмов, комплексных мер, а так не могут и даже не будут этим заниматься. Вот и всё. И дело тут вообще не в образовании, кстати. Другая причина. Знает, хочет человек, а ему лень. Думал ты об этом, Вася? Нет? Ну просто лень. Просто надо честно себе об этом сказать. Лень. Вот именно, людям проще волшебные уколы, типа, сделать или дать волшебную таблетку. Только далеко не всем это помогает. А вот трудиться над собой не хочется, и многим лень. Только честные люди так и скажут лень. А нечестные начинают придумывать какие-то дешёвые отмазки или хаять тот метод или комплекс мер, которые реально помогают, ну а они будут его гадить просто, чтобы успокоиться и не мучиться, что я это не попробовал, а сразу сказать всё это ерунда и навесить какие-нибудь ярлыки. Люди не любят сейчас испытывать какие-то неудобства, трудности, чем-то заниматься, что-то записывать, следовать чему-то, минуты лишние на что-то тратить. Один витамин принять не заставишь какой-нибудь. А тут, если бы так просто было, посмотрите, какие есть идиоты, господи. А если вы сами такое думали, а теперь поняли, да, глупости я сказал, так и не стесняйтесь, так и напишите, что да, действительно, вот дурак, чуть ли не стал в ряды вот таких же идиотов, а не обижаться на меня, наоборот, поблагодарить меня за это надо, что я дал вам шанс всё-таки перестать у быдла вестись на поводу, не плыть по течению таких же дебилов и отморозков. А вот превзайте себя немного, да, по-человечески взглянуть на жизнь. Ну и так, в принципе, я всё пояснил. Но для таких идиотов, ну, либо чтобы кто-то ссылку мог таким идиотам дать, если я не замечу и вдруг не забаню, то можете показать этот кадр. Вот я сейчас сниму резинку. Значит, и вот, допустим, сделаю проборы, чтобы посмотреть, ну, скажем, вот вам на камеру как-то. Хотя уж извините, голос тоже грязный так бы либо гуще, но есть у меня вот, давайте так, на темени есть залысин у меня какая-нибудь или нет? Вот тут, тут, нету, да? Давайте сделаем вот тут пробор с левой половины, вот так вот посмотрим. Ну, я не вижу себя и пробор точно сделать не могу, но вот посмотрите, есть? По-моему, нет, да? По крайней мере, я в зеркале не нашёл, а вы, может, лучше увидите, чем я, себя, сам. Давайте в этой стороне, вот, посмотрите. Есть где-то, чтобы проплешины были? Так вот, какого хрена тогда, вот вы, это я только к мерзавцам этим обращаюсь, вякаете что-то? Сколько же погоней быдло сейчас? Какой-то, знаете, культ дебилизма воспитывается. А, знаете что, пока ещё не поздно, я вам дам совет гораздо важнее, чем всё вот это, ерунда всё это. Даже если вы человек очень взрослый, перечитайте, изучите, купите или где-нибудь в интернете скачайте учебник логики за 54-й год. Он был предназначен, это такая сталинская программа, для обучения основам мышления в средних и старших классах школы, школы, не института, а школы. И, кстати, в этой связи тоже многое, о чём надо было бы поразмыслить, задуматься. Так кого же тогда при Сталине винтиков или не винтиков воспитывали, коли учили науку логика? А в этом, кстати, тоже проявится ваше здравомыслие, умение сопоставлять, логически мыслить и делать правильные выводы. Не основанный на ваших желаниях, это нечестно. Желания человеком руководить вообще не должны, а руководить человеком должен только разум, здравый смысл, только желание постичь истине, но в идеале и следовать ей. Ну вот и всё, о чём я хотел вам сказать. Я прошу вас написать то, что вы по этому поводу думаете под этим видео. Я вам советую посмотреть то моё первое видео, я вам также советую и это видео, и то, законспектировать и выписать все причины. Вы будете знать всё. Кстати, как и по другим темам, у меня же по здоровью лекции-то в основном, ну и на логику тоже, очень важные. Ну, послушайте, это экономия, как некоторые умные люди писали, лет десяти. Многие врачи об этом писали. И понимаете ли, в чём дело? Ведь мы не вечны, и если кто хочет, конечно, быть, жить здоровым человеком, прожить дольше здоровым человеком, сделав для общества или даже для себя, семьи, ну, что-то в большей степени хорошее, и, так сказать, развить в себе творческие начала и так далее, и так далее, пройти, если хотите, личный эволюционный путь развития себя или души, то для этого надо быть здоровым человеком, а для этого нужно не терять дорогое время. Так вот, мои лекции, это не потеря времени. Это приобретение времени. Вот так-то. И это тоже логично. Итак, всё, что нужно вам, включая, ну, в идеале, конечно, набор, набор, который позволит, ну, практически во всех, ну, в 99% случаях укрепить волосы, прекратить их упадение и увеличить их рост, а в основном восстановить волосы в полной мере. Кто не будет лениться? Кому это надо, сделаю поправки и такие, то заходите по ссылкам под этим видео, в описании ссылки я оставлю, и нажимая на них попадёте на соответствующие разделы на моём сайте «Продукты от Фролова», и лишь скажу, что мы отправляем любые наши товары в любые города России и страны мира, страны мира, где есть компания «Почта России», ну, либо другие транспортные компании наши типа СДЭКа, так что проблем получить нет практически нигде, за исключением там Австралии и Новой Зеландии и чего-то там. Ну, об этом на нашем сайте написано. Всего хорошего, до новых встреч, жду ваши письма. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто ещё не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомления о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео, и это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!